Редактор субтитров А.Семкин Все готово, но одной путешествовать неинтересно. Вот я ищу попутчика, чтобы он рассказал свою историю. Редактор субтитров А.Семкин Тауно Кангру Тауно Кангру родился 25 мая 1966 года в Таллине. Эстонский скульптор, член Союза художников Эстонии. С 1976 по 1984 год учился в скульптурной мастерской художника Калью Рейтеля в Таллине. Затем с 1986 по 1993 год на отделение скульптуры в Эстонской академии художеств. Тауно Кангру автор множества скульптур, ставших визитными карточками эстонских городов. Среди них скульптурная композиция «Отдыхающий мужчина», скульптуры «Большой тыль» и «Пират», «Задумчивый мужчина», «Мустамяевская красота», «Памятник счастливый трубочист» и список можно продолжать. Кстати, Тауно Кангру считает все созданные свои скульптуры собственными детьми, отпущенными в свободное плавание. А мы с вами совершим три поездки, три остановки. Три? Да, первая – «Успех», вторая – «Грусть», а третья – «Радость». Вот куда мы можем поехать? Ну, попробуем. Первая – «Успех», конечно. Да, куда? Что это? Но здесь, рядышком, УС-20 у меня студия, пойдем, пойдем общаемся про мою жизнь тогда, если вы хотите. «Грусть». Ну, давайте пойдем в гора «Поцелуй», потому что там очень грустно была, красивая история. «Радость». «Радость», тогда надо найти граники на войти, обязательно, вот как раз я там сейчас и живу, там очень красиво. Поехали? Пойдем. Таун, ну мы приехали. Теперь, на это место, эта остановка называется у нас «Успех», остановка «Успех». Сюда пришел к вам успех, да? Да. Сколько лет вы здесь работаете? Начало было где-то в 93-м году, и здесь было разрушено, и все надо было реновировать, и все здесь началось. Это очень хорошее место, и я понял так, что здесь очень хорошо работает, очень хорошо, и до сих пор я счастлив. «У меня была такая большая выставка, вот как вы видели, там площадь Лавадузан, и теперь, извиняюсь, не успели все работы поставить на место. Я могу помочь?» «Да, пожалуйста, будьте добры». «Спасибо, спасибо, спасибо». Пойдем, пойдем, найдем их, это правильное место. Ну вот и животные, и люди, и какие-то интересные фигуры там, вот все равно интересно, как это у вас происходит? Вот откуда берется мысль о том, что вот нужно сделать в какой-то момент ворона? Или вот, например, ребеночек, вот вы ловите все время свои мысли и создаете что-то, или как это происходит? Ай, ну, у меня, конечно, идей много и разные, вот, они все разные, очень разные, вот в том смысле, даже не хорошо, что они вместе здесь, вот разные вещи, это не смотрится, но, ну, по идее, так говорить, вот, например, здесь белый медведь, и у нас в зоопарке, в Таллинском зоопарке, удастся теперь сделать новое место жительства, вот, экспозиции, новые экспозиции для белых медведь, и как раз и было очень такой, как вот в Риге увезли жирафа и слона, вот, и так была опасность, что от Таллинского зоопарка увезут белые медведи, вот теперь это нет, и мы очень боролись за это, и вот город помог, и люди. И у меня есть мечта, вот, сделать туда большую, такую белую медведь, и вот от этого белого мрамора, это африканский мрамор, не старевайте, я не помню, это из Африки, откуда-то место, но есть такой, есть совсем-совсем белый, и вот это должно прийти минимум пять с половиной метра, метр семьдесят, где-то высоты здесь, и движение еще здесь, повороты, и вот, вот идея, что связана с этим новым экспозицией, туда очень хочется сделать вот эту скульптуру туда. Из белого мрамора. Из белого мрамора, конечно, и потом полировать, и воском покрыть, чтобы каждый ребенок или взрослый смог туда сидеть, потом легко очиститься, и все так далее. Калеви-поек, это история, которая, наверное, на протяжении уже долгого времени тревожит ваше сердце. Что это за история? Ну, расскажите. Вот, да, это теперь девятнадцать с половиной года, что вот от начала идеи вот этого Калеви-поека. Эстонский эпостный герой, Калеви-поек, сначала стараться найти конца мира, он понял, что конца мира нет, что круг. Но самое важное, что он понял, что самое красивое место это родной дом, и он пришел своим командой, символичной командой обратно. И вот по эстон, вот эпосте называется этот корабль, Ленук, это самолет. Тогда вот это самый быстрый был корабль, это называли самолет, он как летает. Вот это символически здесь в руках, и это последние сто метров, вот этот Калеви-поек до берега, вот придет домой, начинается и хорошее, и добро, и так далее. Вот такая идея. И вот теперь только что девятнадцать с половиной года, очень надеюсь, что в сентябре где-то приблизительно, я, конечно, получаю, я надеюсь, эти разрешения, строить этот объект, скажем так, и тогда будет точно годовщина уже двадцать лет этой идеи. Сегодня мы поговорим о улице Ус. Улица Ус находится на границе старого города, о которой мало кто знает, местные люди ее проходят как можно быстрее, турист использует так, чтобы добраться быстрее до порта, но улица знаковая в истории города, и особенность ее какая, это первая регулярная улица города, появляется в 17 веке, но предыстория, на месте улицы долгое время был просто берег моря, то есть мало кто сейчас представит, что Таллинн, старый город, когда-то стоял прямо на берегу моря, и корабли приставали, но примерно там, где сейчас находится плавательный бассейн Калев, а старый рынок находился около бывших морских ворот, это недалеко от Никольской церкви, улица появляется на месте городского рва, который уже был вырод в 14 веке, было построено несколько мельниц, в 16 веке строится вал между глиняными, или как сейчас называют вирусскими воротами, и воротами малыми морскими, вал, который начали строить перед Ливонской войной, прозвали валом монашек, дальше стены крепостные уже перестали спасать горожан, и нужно было строить новое укрепление, нового типа земляные укрепления и бастионы, и в середине 17 века математик школы Густава Адольфа, современная школа Густава Адольфа, спроектировал два бастиона, которые были построены на этом месте, кстати говоря, от них сохранилось и несколько холмов от этих бастионов, и была произведена реконструкция, то есть когда-то для таллинских реставраторов был построен такой работный двор, где, собственно, должны были реставрировать какие-то детали из старого города, ну и, собственно, реконструкцию можно увидеть на улице Суррана Агарава, были построены бастионы, и поэтому между крепостной стеной и бастионами осталось свободное пространство, и решили проложить улицу, поэтому улица прямая. Улица когда-то шла вдоль рва, который позже закрыли, то есть заключили в трубу, и поэтому в истории Таллинда улица достаточно знаковая, потому что первая улица, где появилась канализация, то есть даже в том богатом старом городе, где жили богатые люди, не имели своей канализации, а люди, которые вот начали строиться уже вне стен старого города, имели вот такие удобства, и улица в основном застроена домами 17-19 веков, и дома не очень высокие, много деревянных домов, но, тем не менее, есть много интересных домов. Ну, во-первых, на этой улице жил Достоевский, например, сегодня живет известный композитор Арбокарт, но и, собственно, много других интересных моментов, но и еще то, что интересно для Таллина, самый старый деревянный дом Таллина находится на этой улице. Так что вот такая улица Ус. Таллина, ой-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. ИНИРИСКАЯ МУЗЫКА Вот здесь скульптура про момент перед поцелуем. Идея то, что вот я хотел это очень-очень создать, и это сделано, конечно, с моделями, и очень как-то такое для души. Я радуюсь за это. Это пара настоящая? Да, они любленные были тогда, 2007-го, когда мы поставили эту скульптуру, мы, конечно, уже раньше начали это. 2007-го мы открылись здесь, ну, это не важно. В принципе, да, они любленные до сих пор, это важно, и это так приятно, они так позировались, и теперь уже можно говорить про это. Это было очень много лет было сигаретом, они сами уже про это говорили, вот поэтому я могу как-то дать знать. Это такая очень важная для меня скульптура, и здесь очень трудно было сделать вот это. Расстояние. Да, 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 расстояние. Больше года работали с хорошим мастером вместе вот так, чтобы получить это, такой результат. Ну давайте пойдем другую тоже посмотреть. Вторая скульптура, и вот вы сказали, что надо найти какой-то грусть, о чем здесь очень красивое место, о чем является эта грусть. Но для меня это место все-таки грусть, смотря то, что десять лет только что надо было работать, два годика я работал, вот моделировали их, создал из гранита, а десять лет прошло от моей жизни, чтобы их поставить на это место. Надо было бороться очень долго, бороться с пюрократией, чтобы получить это место, и это такой очень большой грусть, что с этим десять лет я бы смог что-то красивое, еще что-то сделать. И, конечно, я не сидел просто так и не грустил шибко, но все-таки это грустно, что вот теперь уже, например, бороться с теми людьми уже почти двадцать лет, чтобы создать эту скульптуру Калевикоя. А это я очень счастлив, конечно, что они прямо вот в таком моем любимом месте, и я вот очень мечтал, что вот здесь они были, и иногда весной, когда я вижу, что вот люди здесь целуются, тогда для меня это как, ну, влияет такой позитивные эмоции, и в том смысле уже не грусть, это уже так. Но эта вот скульптура, она называется уже после поцелуя. Да, момент после поцелуя. Вот идея то, что вот гора поцелуй, и здесь две скульптуры, момент перед поцелуем, а момент после поцелуя, и вот это другая, это вторая. А это тоже реальные люди были для нас? Да, были, но другие совсем, да, люди. Они вместе? Да не знаю, вот не знаю, надо спросить, да. Я помню, если надо было ехать куда-нибудь, ну, мы с этим детским хором ездили по Союзу, и так... Ну, куколку в национальном костюме, эти деревянные эти были. Ну, и все-таки какие-то ненужные вещи, какие-то безделушки, но с таким национальным колоритом. Или деревянная эта кружка для пива, или подставка где-то написана Таллина, и все. Ну, такие. А, конечно, эту Ванна Томас, эту лампу Ванна Томас, вы знаете, это было самое-самое-самое популярное, ну, такой сувенир из Сталина. Эти уличные фонари, ну, что здесь на улицах видно до сих пор, настольные лампы маленькие на трёх ножках, и там... И старый Томас этот наш известный держит. И до сих пор не знают автора, кто это придумал, кто рисовал первый этот... Это мог бы быть миллионером сейчас, в настоящее время, если так... Но никто не взял патент на этот, и... И до сих пор, по-моему, неизвестно, кто первый придумал это. Салфеточки, например, такие на ткацких, на домашних станках, скатерти маленькие. Конфеты всегда были... Хе-хе-хе... Но были, конечно, и Ванна Таллин, и спиртные, но я с этим не сталкивалась в это время. В Москву в командировку нужно было идти с чемоданом. Ванна Таллин и колорит шоколад. До сих пор помнят. Это место мы обозначили как место радости для вас, да? Точно. Скажите, пожалуйста, куда мы приехали, как называется это место, где мы? Вот мы теперь вот... Где я живу, это лайцы. Это старая конюшня. И здесь лайцы хранить видно сейчас. И вот в том смысле очень хорошо, что вот... Здесь уже кое-что сделано. Вот 15 лет назад это здесь была старая развалина без крыши. А социальные жили в этом доме. Очень хорошее вот такое позитивное место. И близко к городу, конечно, где надо же работать. И что сказать. Но я видел здесь перспективу, чтобы сделать... Вот сам жить здесь и... Были животные, были вот скульптурный сад. Я не... не надо никого спросить. Можно и нет. Да. Что хочу? Кто и делает? Ну, в том смысле, да. Вот сегодня поставили сюда скульптуру. Завтра, может быть, какое-то другое место. И здесь они живут свою жизнь, эти скульптуры. И так приятно и интересно здесь. Реновировать все. А было это, да. Это старая конюшня. И опять годы где-то... Ясно то, когда строено, не знаем. Но ясно, что в 1634-м это передали на Лайце Мыза. Это была Руйля Мыза. Старая конюшня. И теперь... Этого Мыза даже нет. Только есть дворец. 300 метров отсюда. Но это уже 150-200 лет позже сделано. Утром очень хорошо. Вот никто... Утром художнику не... Не мешает. Не мешает. И дело в том, что очень хорошо и спокойно. До 10-ти очень приятно. Ты можешь свое дело делать там. Просто гулять в природе. Я обычно работаю утром. Потому что тогда я спокойно. Мысли уже... Ясно, что делать. В этом смысле хорошо. А где вы работаете там? Вот все-таки больше или лучше работает процесс? Вот в городе у вас есть студия с вами? Или здесь? И там, и другое. Это... Я бы не сказал. Вот там студии все-таки все... Это успех. Это точно. Там... Возникло оттуда. И УС-20 в Таллине. И все это результат. Вот остатки. Это остаток маленький. Это 3,5 тонн. Только эта плита. А здесь вот из скульптуры остались... И садитесь, садитесь. Из скульптуры вот остались... Остались эти... Фрагменты. Фрагменты из гранитовых деталей просто. И вот я думал, как сделать такую мебель, но никак не увезти. Вот, пожалуйста, вам. Навсегда. Навсегда, да. И вот здесь, конечно, вот эти птицы, кстати, здесь живут. Я не знаю, как по-русски они... Они не вороны, а они маленькие такие. Галки. Галки. Хокки. Хокки, да. И они такие интеллигентные. Они придут тоже сюда, сидят, посмотрят. Сначала, когда я поставил сюда, они пришли и общались с ними. Очень интересно было посмотреть. Вот здесь муравьяшки я хочу показать. Так. Вот их... У меня... Сначала они были открыты, они убегали на сторону. Ну, теперь я закрывал их. Закрыл. Теперь не уйдут. Вот так лишь, да? Вот последний маленький такой. Ни раз... Еще не... Не вырос еще. Не вырос, да. Вот интересно так играть с бронзой и с гранитом. В том смысле, как-то интересно. Такие. Вот это радость для меня. И здесь вот очень такой интересный... Интересный... Интересная скульптура. Это ручная работа. В том смысле, что я попробовал, как возможно вообще гранит. Какой тонкий можно сделать. Это обычный бронзе такое. Есть реально. А вот я попробовал. Так. И вот. И... Сохранились. Вот про раквери это... Это очень смешно. Вот там и... От меня спросили, что за... Что это... Тарвас. Ну, это что означает? Бык этот стоит, который... Да, да, да. Раквери. И я сделал вот это сначала 4 метра, потом 7. И... Тогда сначала... Вот 9 метров. Ага. И... Вышло так, что вот... Спросили от меня, вот это... Что за... Что за... Традиции с этими ракверами, тарвасами... Ну, надо было придумать что-то. Ну, я сразу сказал. Вот знает и так, что там это яйца. Вот уже мужичок. Яйца трогать. Да. И правой рукой. Сразу... Мальчик. Ну, если переменяет... Да, да, да. Мальчик. Левша... Левая... Тогда будет девочка. А если с... Двумя... Да. Это близнецы будут. Так. Точно не знаю, как... Что делать. Надо, может быть, целоваться. Целовать эти там... Когда тройняшки. Ну, хочется тройняшки там. И вот вышло так, что вот все... Теперь это... Ну, я там просто... Просто времени было много. Там надо было выдумать что-то. А теперь это уже официальная традиция города... города Раквера. Это так интересно, как это... Вот эти традиции возникнут. Или как они придут, если их нужно. Вы простимулировали. Да. Ну, наверное, да. Ну, вышло так. Да, да, да. И вот... И очень интересно. Даже меня... Я не могу сказать имя. Ага. Конечно. И... Может быть, кто-то слышит. Сейчас мы спокойно здесь тихо говорим. Да. Но все-таки кто-то слушает. Имена не будем. Ага. И... Сказали. Вот мы и сделали. Вот. Говорю. Что делаем? Ну, что... Ну, я узнавал. Голос очень знаменитого человека. Ага. Вот мы и сделали. Вот мы любили. Вот девочку. Вот мы здесь и сделали. В смысле? В Раквере? В Раквере. И они поняли. Эта идея так, что и там, на этом площадь, там и надо делать эту девочку или мальчик. Они хотели девочку. И получили. Вау. Вот теперь скажи, что нет. Что выдумал. Никто не верит уже. И вот это... Это и хорошо. Они поняли так, что вот там прямо надо сразу делать это. Тогда точно будет. Тауна, мы совершили с вами удивительную поездку. По местам, которые вызывают у вас какие-то воспоминания. Спасибо вам большое. Прийдите, пожалуйста. Милый подарок. Спасибо. Это не мрамор. Это не металл. Это шоколад. Это марципан. Спасибо, дорогая. Спасибо. И мне было очень приятно. И такое... Всегда, когда говоришь про чего-то. Особенно своей работой. И своей... То, что ты реально действительно хочешь сделать. Это... Тогда всегда будет ясно. Это... Яснее, что ты... Вот так интересно было, благодаря с вами, вот, общаться своими работами. И с вами это... Спасибо большое. И дай Бог здоровья. И... И приходите. Теперь знаете, куда прийти. Концерты. И вот... Костинница. Пожалуйста, всегда. И курсы. Надо прийти на курсы скульптуры. Вот это обязательно. 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 Спасибо. Обязательно. Спасибо, дорога. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...